Доброе утро! Доброе утро! Как обычно опаздываем, время полдевятого. Но вышла из душа. Единственное, что успела, вышла из душа и тут пока поделала дела. Ну, кровать даже не заправленная. Я не знаю, так ощущаешь, что мне некуда торопиться. Пусть весь мир подождёт. Ждала, пока просохнет голова. Немного там поделала свои дела, поскладывала вещи. Господи, ничего не поменялось. Посуда как была, не разобранная в посудомойке стоит. Так и стоит. Слава Богу, хоть чистая. Хоть и на том спасибо. Чтобы хоть кнопку вкл включила. Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро. Я боюсь даже смотреть на часы. Время 33 минуты. Един, я такая отважная. Я опять знаю, что я опоздаю. Господи, и кружки ведь нет. И кружка здесь. А вот я замечала, блядь, когда я ставлю кружку сюда, что она нихуя не моется. Так. Ну вот это же вот исключительно чистое. А тут она забывает, что ли, мыть? Я не понимаю. Вот всегда, когда я ставлю вот сюда кружки, и это, блядь, не чистое. Ну-ка. А это? И это не чистое. Так что, охуела, что ли? Всегда. Вот так. Нет, ну нет, вы представляете, какая тупица? То есть, я это уже замечала два или три раза, и я все равно продолжаю это делать. Ах, аж этого, аж сил нет. Полотенце кухонное у меня всегда на трубе, чтобы... Ну, на трубе, которая греет. Чтобы она всегда была сухонькая. Сухонькая, сухонькая. Так, я даже новости не включала. Обычно я хоть когда просыпаюсь, когда хожу и купаюсь туда-сюда, у меня хоть новости включены. Зато я ванну почистила. Только сегодня утро. Так. Ну-ка, это чистое. Исключительно чистое. Исключительно хороша. Так, сейчас сварим кофе. Надо стоять, караулить. Так, крем-евея у меня закончился. Баночку протерла. Баночку протерла. Хочу вот из этого сандаловое масло сюда перелить, в эту баночку. Сейчас. Кондиционер закончила. Выбросила упаковку. Надо мне избавляться от всех этих бутылок. От всех. Вот видите? Вчера мазала свои ляшки вот этим маслом сандаловым. Не могу растереть. Просто не могу растереть. Это что ж такое? Оно такое густое. Это мне Алинка привезла из этого. из Египта. Год назад, в феврале. Интересно, какая погода? Если я же телевизор-то включила, чего не работает? Так, сейчас течет. Не упадешь хоть? Давай тут мне все прихлечить. О, господи, минус 15. Доброе утро. Представляете, включила доброе утро, там написано 16+. 16+. Что, малышам нельзя, что ли, это смотреть? Как 16+. Вчера открыла вот эти вот банановые чипсы. Банановые чипсы, те, которые я привезла из Таиланда. Ну, вот эти вот. И вы представляете, они такие? Они, во-первых, в надуниках чипсы сделаны, они солоноватенькие. Солоноватые, сладенькие такие. Ну, я в вазочку перебрала все ровненькие, не обломыша. Так обломышей много было. Обломыши, короче, я съела. Все красивое для людей. Ой, господи, Сергей Бабаев эфир ведет. Так, все, мне это уже не нравится. Все импортажи. Мне нравится, когда Катерина Стриженова ведет. И Арина. И Арина там вот еще есть одна дикта. Вот она мне еще нравится. Когда девки вывозят эфир сами. Вот это мне нравится. А когда вот это вот парное катание, это мне нет. Это мне не по душе. Нет, я кофе-то сегодня буду, нет, пить. Суп до того хорош, что я аж, представляете, что я аж вчера еще раз кинулась похлебать борщичку. Буквально перед сном. Но уже без хлебушка и уже без водочки. Прям вот он, прям вот хорош, сучий такой. Такой настоявшийся. Ну что, стек, последние, последние, последние штучки стекли. Так, ладно. Уже на самом деле все стекло. Так неудобно пользоваться стеклянной этой фигней. Постоянно боишься ее уронить. Постоянно. Моя волосина. Так, взять, моя волосинка. Все. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот. Сейчас масло у меня вот этой баночки. Это, как говорится, дорогая, где у нас соль. Но какое-то беспомощное. Она на втором ряду, в третьей полке, в банке с надписью «Крахмал». И это вот, и это вот то же самое. Сандаловое масло в банке из-под Невея. Что, ёб твою мать, ты не кипишь? Ну и как не кипишь, сколько можно я тут стою ждать? Так, рюмочка. Чистенькая. Стакашек. Смотри, какие хорошие. Какая я ловкая. Что-то дело приглядела в самолете. Надо было приглядеть вообще у всех. Да я поздно очухалась. Очухалась уже тогда, когда мы собирали, когда поели и все начали складывать, обратно упаковывать в самолете. Я вот так вообще по рядам прошлась бы, у всех бы выпотрошила эти белые карбушки. Я бы им устроила. Итого у меня всего четыре. Ну, четыре, это ладно хоть четыре. Могло не быть ни одной. Я потеряла Индру первую. Потеряла. Чё у неё за дела? Не звонит мне, не пишет. В Ватсапе её нет. Кстати. Блядь, время без двадцати. Господи, время без двадцати. Ну, это вообще нереально просто. Слушайте, блядь, чё с кофе, а? Что с кофе? Я вообще не понимаю. Как оно может так вот так долго вариться? Чё это за хуйня? Я уже выпить его должна. Обозлила меня. Сейчас убежит. Сейчас буду стоять, и она убежит у меня. Она у меня прямо на глаза. И меня будет ещё больше трясти. Что там у нас с курсом доллара? Ой, слушайте. Бытует такое мнение. Вот у меня знакомые говорили. Инка, вот доллар падает. Потому что у тебя зарплата блогера падает. У меня же зарплата на Ютьюбе в долларах. Я такая. И чё? А в мире тоже всё упадёт? Я говорю, ладно, в России рубль укрепляется. Говорю, это классно, говорю. Я говорю, ну то, что я планирую купить, говорю, это я буду планировать, планирую покупать в долларах. Я же планирую купить квартиру в Турции. Кто не знает. Верная дорога иду. Ну и вот, короче. Я говорю, ну я приобретать-то я буду всё равно в долларах или в евро. Так что мне без разницы, сколько доллар будет стоить в России. А, всё. У людей опять. Хотели мне щёлкнуть по носу. Не удалось. Не удалось. Ох, я приглядывала вчера рынок предвижимости в Турции. Лежала и стала новостную ленту. А кофе-то не кипит. Ну просто, ну как не кипит, оно даже вообще, оно даже пенка не собирается. Вот стоит только мне отойти хоть на минуту. Слушайте, а? Вот просто вот у меня вот этот вот кофе, оно меня просто бросает в это, в объятия шампанского. Вчера же тоже какая-то хуйня была с кофе, да? У меня бутылочка шампанского стоит недопитая со вчерашнего дня. Представляете? Вот столько вот. Ну-ка понюхать хоть. Ой, как вкусно пахнет. Ой, как вкусно пахнет, я не могу. Сука, из-за тебя всё. Ну вот чё-то, чё-то маленько. Слушайте, я не могу опаздывать. Я не могу опаздывать. Из-за этого ебучего кофе. Чё, мне так съехать? Я сейчас прибавила прям, ну и всё, газ. Я даже не могу пойти переодеться, вы понимаете? Мне хоть колготки надеть с платьем. Брать минус пятнадцать я не могу. Ой, представляете? Минус пятнадцать. Господи, снег. Ещё... Так, сегодня кончилось. Четырнадцатое... Сегодня шестнадцатое число. Ещё пять дней назад... О, слава Богу! Слава Богу, и я не проморгала. Слава Богу. И не убежала. И плита чистая осталась. Слава Богу. Слава Аллаху, я бы даже сказала. Вчера аджику из банки, это, достала. Надо банку возвращать. Что-то, если банку маме не вернёшь, будет мне. Слушайте, ну единственный плюс, что... Что я не, это, на плиту не разлилось. Блядь, чуть моё сердце, мне придётся, это, ехать на такси. Ну сколько можно, потому что опаздываю. Блядь, меня бесят эти тапки. Вы представляете? Хожу этой резиновой подошвы по скоблю, 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 скоблю. Заказала на Васильке. Заказала на Васильке тапочки. Сейчас вот должны прийти. Мягонькие такие, какие. Топотушки, как носочки, как топотушки. Так. Бесят эти тапки вообще. С резиновой подошвой дома. Как в этом. Как на базе отдыха, блядь. Я, наверное, не успею попить кофе. Так мне и надо. Так мне и надо. Потому что оно кипяток. И еще я вся в печали из-за того, что у меня нет бокалов. Потому что я два бокала прихрестала для вина. Так, вот это я быстренько уношу. Эксклюзив. Лаврова сделки века проигнорировали общепризнанный подход. Сборная России по самому спорту победила в общекомандном зачете в чемпиаде. Даже согнуться не могу. В чемпиаде мира. Санучники Российской Федерации выехали на чемпиаде мира. Пять золотых, две серебряные и одну бронзовую. Сергей Лавров. Только диалог сможет изменить ситуацию на Ближнем Востоке. Так. Обстановка в Ливии не изменилась после конференции в Берлине. Сейчас я делаю поводки, приду. Сейчас духи и закончу. Все бутылочки пустые из моего дома прочь. Вот эти вот духи у меня на заканчивании. Блять, время. Блять, время это какой-то пиздец. Прям много времени. Вот прям много. У кого тут мусор пито? Одна упаковка от кондиционера. Одна пластиковая, которая закончилась, голову мыла. И от сардалового масла. Ну ладно, все равно. Все равно выброшу мусора. Блять, даже кофе нет попить времени. Какой я человек плохой. Так. Так. Газ выключила? Газ выключила. Окно приоткрыла. Хоть конфетку съесть с пожеланием. Так. Мишка. Посадила его на кровать. Блять. Я вспомнила, у кого бокалы есть, которые мне нужны. Короче, такие бокалы есть в веке. Кто там платье поедет? Такие бокалы есть в веке. Такие бокалы есть у Миши, блять. Миша, отдай бокалы. Отдай бокалы. Тебе зачем они? Тебе все равно умирать. Сейчас, секундочку, покажу, покажу платье. Не покажу платье, а я его оденусь и выйду. Из дома. Кофе буду пить, наверное, обуваясь. Так неинтересно. Какие неинтересные новости, а. Так, встречайте утро с известными артистами, спортсменами, ну ладно. Блять, Сергей Бабаев, это вообще что-то. Это что-то с чем-то. Портит настроение только. Халат, сейчас поешь, не приду. Чтобы не бросить его. Потому что он мог кроватить моих волос. Потому что он мог кроватить моих волос. Так. Ну-ка. Не удастся выбрызгать-то, что ли, за сейчас? Нет. Прикиньте, еще много. Ну как много? Ну, еще достаточно. Ну-ка еще раз брызгану. Ну, ладно. Еще на разочек. С духами уж не буду так. Бывшая жена. Надо хоть одно предсказание получить на сегодняшний день. Желтенькую. Желтенькую. Что-то мне написали. Рискни, ведь без риска нет побед. Рискни, ведь без риска нет побед. Бузова, ты, блядь, здесь уже. Еще рекламируешь пятерочку. И этот еще. Последний девственник России. Ой, блядь. Как он? Звонаряфель, кто он там? Рискни. Рискни. Не ходи на работу. Еще надо одну съесть. Посмотрим, что отсюда напишут. Измеряй жизнь не годами, а приобретенными друзьями. Вы че, суки, повторяетесь? Такое у меня уже вчера попадалось. Красненькое, хорошее. Кофе заебись. Вообще коричневую съем. Ммм, так вкусно, блядь. Даже пульта под боком нету. 54 минуты. Ну пиздец, сына. Сидит кофе, поедывает, конфетки смотрит. Снимает влог. Ммм. Что бы ни случилось, всегда главное в жизни семья. Какие-то хуевые пожелания на утро. Предсказания хуевые. Что там пишут мне? О! Сообщение от мамы. О! Посмотрите. Я ее все заблокирую. Посмотри, она мне пишет, прислала. Доброе утро. Все, Валерий, наконец, я все заблокирую. Что, блядь, за человек такой? Хоть говори нахуй, хоть не говори. Так, подожди, я что хотела посмотреть-то? Гороскоп сейчас на сегодняшний день посмотрю. Так. Гугл. Гороскоп на 16 февраля. Сегодня. Сейчас мы глянем. Что ждет Львов? Я что-то спрашивала, про Львов, что ли? Вот представляете, первая ссылка на 16 февраля. Что ждет Львов? И что ждет? Львов ожидают сюрпризы. А Дев? Я что, блядь, про Львов спрашивала или что? И снова возьмите новое утро, но каратик заканчивает на штабной конструкции. Тут. Сейчас. Быстренько прочту. Так, 15 февраля, 27, 28, опубликовано. Так, слушайте. Гороскоп на 16 февраля. Овен. Этот февральский день принесет Овнам много необычных сюрпризов. Но главной темой станет внезапное улучшение в финансовой сфере. Богатый дядюшка из Америки у вас вряд ли объявится, но от выигрышей и подарков Овны не спрячутся. Старайтесь грамотно распорядиться лишними капиталами и держитесь подальше от чересчур ласковых знакомых. Ваша удачливость многим не дает покоя. Звезды советуют заняться благотворительностью или вложить деньги в какое-нибудь, как у вас, как у вас как раз появятся интересные мысли, в какое-нибудь дело. Так, на 16 февраля. Телец. Сегодня тельцы могут испытывать некий дискомфорт. Старайтесь не нервничать, ведь никто не обещал, что работа должна приносить только радость и удовольствие. Лучше попробуйте подойти к решению профессиональных проблем творчески. В данный период у вас появится несколько интересных идей. Личная жизнь полна сюрпризов. Берегите нервы домочадцев. Не приглашайте своих поклонников на семейный завтрак. Устроены родственники. Близнецы. На сегодня данный период отлично подходит для поиска интересной деятельности. Близнецам давно пора выйти на новый уровень. Но будьте аккуратнее с требованием. Солидную должность вам, конечно, предложат. А вот отношения с работодателем могут испортиться. Этот день может стать проблемным в любовной сфере. Не доверяйте клятвам поклонников. Возможно, у них свой интерес, который совсем не совпадает с вашими мечтами. Рак. Этот день не очень подходит для решения глобальных мировых проблем. Это Женька. Вчера, блядь, ей хватило проблем нахуй в квартире. Все нахуй затопило. Раки будут щелкать. Так, ну вот профессиональные задачи. Раки будут щелкать, как орешки. Интересных идей у вас много. И некоторые коллеги мечтают примкнуть к вашему успеху. Или даже присвоить наработки раков. Для дальних поездок звезды советуют выбрать другой день. Можно выяснить отношения с избранником. Но в идеале нужно отвлечь любимого человека от душевных бесед и заняться полезным делом. Совместная деятельность убережет от ненужных размолвок и напомнит о медовом месяце или о чем-нибудь приятном. Лев. Так, ну-ка, почитаем. Уже сделает глоток кофе. Да. Этот период подарит львам много сюрпризов. Главное не растеряться и воспользоваться всеми шансами и возможностями. Этот день хорош для решения финансовых проблем. Можно отправиться на поиски новой работы. Сжигать мосты и забирать трудовую книжку не обязательно. Мало ли, вдруг коллеге не понравится или босс окажется вредным и несговорчивым. Также это время удачно для творчества. Если вы не наблюдаете в себе каких-то особенных талантов, не расстраивайтесь. Просто время еще не пришло и нужно немножко потерпеть. А пока ждете, займитесь домашними делами. Родственники непременно подкинут несколько идеек. Так, слава богу я. Дошла нахуй очередь. В это время вам не придется воевать за место под солнцем. Все выгодные сделки и соблазнительные предложения уже у вас в кармане. Главное правильно себя подать девам. Желательно избавиться от скромности. И чаще заявлять о своих талантах. Вот блять. Можно смело планировать деловые переговоры. Вас ждут знакомства с новыми партнерами по бизнесу. Вечером девы будут наслаждаться общением с представителями противоположного пола. Флиртуйте. И иногда вспоминайте про свои домашние обязанности. Опять блять? Что там с коронавирусом? Идите нахуй. Флиртуйте. Иногда вспоминайте про свои домашние обязанности. Родственники составили список дел. Осталось просчитать и выполнить. Ну, у меня мама всегда может составить мне список дел. Только не паникуйте раньше времени. Билеты на каток не пропадут. Да и в кинотеатр вы успеваете. Кстати, меня позвали на фильм «На лед». Кто смотрел? Скажите мне, пожалуйста. Интересные? Кто уже ходил на лед 2? Так, весы. Задержки в делах могут отвлечь весов от основной цели этого периода. И вы немножко растеряетесь. Звезды дадут вам время на раздумья. Размышляйте, анализируйте, планируйте. Ведь в ближайшие дни вас ждут финансовые подвиги. С авантюристами желательно не связываться. Вместо этого обратиться за подсказками к интуиции. Внутренний голос в этот февральский день даст много ценных советов. Жаль, что чутье не пригодится в сфере любовных взаимоотношений. Но вы сможете положиться на своих поклонников. Гороскоп на 16 февраля. Скорпион. Сегодня вы почувствуете себя знаменитым. Интерес к вашей персоне растет. И многие деловые люди мечтают о сотрудничестве. Звезды советуют тщательно обдумывать каждый шаг и избегать поспешных решений. Скорпионы могут блеснуть талантами, заявить о своей незаменимости. Заключайте контракты, назначайте встречи и проводите переговоры. Все планеты на вашей стороне. Стрелец. Этот период станет прекрасным для личностного роста. Стрелецы могут без колебаний записаться на курсы или тренинги. Любой учебный процесс пройдет на ура. Для начала определитесь с направлением. Кому-то повезет в кулинарии, а кто-то преуспеет в адвокатской деятельности. Займитесь налаживанием отношений с близкими людьми и обязательно общайтесь с пожилыми родственниками. И не отказывайтесь от посиделок в хорошей компании. Вами интересуются влиятельные люди. И все знаки зодиака хотели бы иметь таких солидных поклонников. Козирог. Жизнерадостный и настрой – это здорово, но в этот день нужно быть серьезнее. Вас ждет много деловых встреч, не исключены командировки и общение с зарубежными партнерами. Козирогам, занятым благотворительностью, звезды советуют быть осторожнее. Рядом с вами появятся дельцы, обеспокоенные лишь наполнением собственных карманов. День удачен для бизнесменов. Денежных дождей в это время не ожидается, но финансовая ситуация будет неплохой. Вечером козироги могут порадоваться идеальной домашней атмосфере. Родственники довольны и счастливы, и это ваша заслуга. Водолей, не жертвуйте собственными интересами ради окружающих. Я вот хочу то же самое сказать всем знаком. Нельзя жертвовать собственными интересами ради окружающих. Продолжаем. Возвращаемся к Водолею. В этот день на первом месте должны стоять личные нужды. Всегда. У всех знака зодиака. А все остальное потом. Этот период подарит знакомство с очень влиятельным человеком. А хули у меня тут такого не выпало? Не стесняйтесь откровенничать и к вашим пожеланиям непременно прислушаются. Командировки лучше не планировать. Для Водолеев, желающих завести роман или просто приятно провести время. Звезды приготовили подарок. Вечером вас ждет масса веселых и незабываемых приключений. Надо поменять для гороскоп девы с Водолеем. Но помните, что экскурсия во дворе сбракосочетания... Ой, так, подождите, это я вообще не планировала. В программу романтического свидания не входит. Хитрые поклонники вас обманули. Я сама обману, каких хочешь поклонников. Я еще та сучара. Хе-хе-хе-хе, блядь. Я вчера двух наебала. Рыбы. Неплохой день, но рыбы должны чаще доверять интуиции. Без оглядки на мнения друзей и знакомых. Рыбы почувствуют поддержку фортуны. Финансовая сфера принесет сюрпризы. А профессиональные проблемы останутся позади. На любовном фронте все замечательно. Однако звезды советуют рыбам не спорить по пустякам. Маленький конфликт может привести к затяжной ссоре. Или даже к расставанию. Будьте дипломатами и вы убедитесь, что компромисс действительно творит чудеса. Да? Какой хороший гороскоп. Так громко, блядь, даже. Так, я вызываю такси, нахуй. Время 9.04. Ёбаный случай. У меня через 6 минут начнется рабочий день. А, блядь. Так, откуда? Быстрей, блядь, соображай. Поиск адреса станет удобнее, если включить геолокацию. Что вы говорите, блядь? Тут у меня уже все... Да, блядь, идите нахуй. Так, Лермонтова, 123. Че надо еще? Так, третий подъезд. Куда? На работу поеду. Тут у меня первый адрес такой-такой. О, 100 рублей. Давай, поехали, блядь. Заказ принят. Приедет Павел на Деу Некси. Цвет серебристый, цена 100 рублей. Павел на Деу Некси. Ну и где этот Павел? Ну-ка. Вот он, Павел-то. Видите? 24 дома. Сейчас он разворачивается. Лермонтова, 24. Выезжает. Вот так вот. Щих-щих-щих-щих-щих-щих-щих. К Сберу заворачивает. И вот он. И вот мой 123. Павел, блядь, выезжай нахуй. Так. Ну ладно. Пока у меня есть время. Уберу контейнер. Павел, контейнер. Тарам-парам. Так. О, через 3 минуты подъедет Павел. Сейчас мы поедем на такси на работу. Кули мне. Так я зарабатываю, видимо. Так не надо. Так не надо. О, уже через 2 минуты подъедет. Какой парень. Какой парень. Какой-то Павел ловкий. Где-то. Когда он успел, блядь, так обернуться быстро? А, никуда себе он уже заворачивает сюда. Вот он уже, блядь, крутится тут у меня возле дома. Так, это выключила. Все, надо выходить. Павел приехал. Ой, блядь, шторы не собрала. Цветочком-то там. Я кобыла просидела, ничего не сделала. Еще и шторы не собрала. Цветочком-то темно. Ё-моё, у меня пакет с мусором. А, ну ладно, он маленький. Я выброшу его возле подъезда. Так. На одном уровне. Да, на одном. Сейчас немножечко пролю. Ну все. Подухарюсь еще. Надо выходить. Парень, могла так-то, между прочим, пойти в этих, в черных сапогах. Парень, могла так-то, между прочим, пойти в этих черных сапогах. Блядь, 15 градусов. Но днем-то будет теплее, по-любому. Это я в сумку положу. Подухарюсь днем. И выброшу. Волосы даже не расчесала. Потому что херулина. Расчешусь на работе. Что ты еще, блядь, названивать не будешь, или что? Что? Здравствуйте, слушаю вас. Я подъехал. А, все, я выхожу? Одна минута? Да, хорошо. Ну что он мне звонит? Там так-то, что информатор должен звонить. Блядь, как холодно. Как холодно, какой ужас. О, там еще. Марлинка, привет. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте.